Прошу вас, обратите внимание, остановите процветающий произвол в казахстанских застенках. Убийства заключенных, при этом безнаказанные, приобретают всеобъемлющий характер. Это требует срочного вмешательства высшего руководства страны. Прошу вас, одумайтесь, хватит смертей, хватит пыток. Вадим Курамшин отстаивал права заключенных, подвергающихся смертельным пыткам в тюремных застенках. Он боролся с запредельной коррупцией. Он добился оправдания десятков людей, судимых по сфабрикованным обвинениям. Вадим Курамшин стал лауреатом престижной международной премии Людовика Трарье. Он истинный борец за права человека. Для диктаторского режима Назарбаева Курамшин фактически враг номер один. Он говорил о том, о чем в Казахстане принято молчать, скрывая произвол судейского бесправия. Представители Фемиды не без команды Апорт из Акарды все-таки добрались и до него самого. Практически без суда и следствия Курамшина закрыли на 12 лет в одной из самых мародерских колоний Казахстана – Жаман-Сопка. Там угроза жизни и побоя – абсолютная норма. Говорят о том, что его жизнь сделают нестерпимой в том отряде, в котором он сейчас находится. На самом деле это все очень сильно давит на психику Вадима. Тем более, что он понимает, что он находится именно в той колонии, где больше всего в свое время он нашел и изобличил преступления, связанные с пытками. С каждым свиданием Вадима все сложнее узнать, признается жена репрессированного правозащитника. Тяжелая бессонница, побои, регулярные угрозы расправы от администрации колонии, убийственный моральный гнет. Курамшина в буквальном смысле выживает с этого света. 11 апреля 2014 года я была на свидании, на долгосрочном, со своим мужем. Когда я его увидела, я ужаснулась от его психологического, морального состояния. Беспощадная ирония судьбы, которую вершат продажные судьи и прокуроры, сыграла злую шутку с правозащитником. Екатерина Курамшина обращается в свободные СМИ, пишет новые жалобы в прокуратуру с требованиями прекратить безжалостную травлю супруга. Мы постоянно держим руку на пульсе и очень хотим, чтобы на самом деле, чтобы его уже оставили в покое, чтобы его перевели под Астану. Сначала нам нужно добиться того, чтобы его перевели в сам городок, после чего мы будем добиваться его переводу под Астану, в колонию, так называемую на Вишню, потому что я считаю, что там он будет в большей безопасности, чем в колонии Жамана. Однако пока все усилия тщетны. Назарбаевские братья не терпят своих критиков. В республике Казахстан уже давно руками правосудия вершится беззаконие. Вадим Курамшин выживает из последних сил. Сколько он еще продержится, сложно предположить.